Услышать в наушниках голос знаменитого Левитана и проследовать за роялем по историческому центру города. Еще год назад эта идея была лишь на бумаге, но свое успешное воплощение приобрела в тот момент, когда театр «Пластилиновый дождь» выиграл президентский грант Фонда культурных инициатив. Экскурсии по городу, а точнее многоформатный спектакль, который придумали артисты, театр проходил в Самаре с июля по октябрь 2022 года. Театр был наполнен идеями, рассказывает Анастасия Захарова, но не хватало той самой изюминки, которая отличала бы столицу региона от других российских городов. Но мы же театр уличный, у нас есть артисты, и нам этого было мало, поэтому, конечно, мы все вот это, то, что уже имеется, то есть наушники, какая-то музыка, какой-то текст, дополнили актерской игрой, и наш режиссер Игорь Шадрин, хореограф Вера Шадрина, они все это поставили на ноги. Зрителям раздавали наушники, и они, следуя за актерами, от Струковского сада через улицы Красноармейской, Фрунзе и Куйбышево возвращались к Струковскому, погружаясь в историю жизни главного героя спектакля «Старого пианино», ставшего свидетелем нескольких эпох. В пути артисты и зрители помогали герою собрать главную мелодию его жизни. Этот формат для пластилинового дождя стал совершенно новым. На стыке экскурсий и театра участники проекта создали уличный спектакль «Променад». Своими руками собрали уникальный реквизит и сшили костюмы. Для меня, как коренного жителя Самары, как вы понимаете, тоже это очень важно и ценно. И, конечно, когда ты сам любишь город, родную землю, ты хочешь, чтобы в нее влюблялись те, кто приезжает сюда. Конечно, вот этот опыт уличного спектакля, совмещенный еще с экскурсией, очень интересен. Не менее интересный проект был представлен продюсером арт-кластера «Дом-77» Полиной Дрожжиной. Ее команда также стала победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому в Самарском районе на улице Ленинградской, 77, появилось еще одно культурное пространство для талантливой молодежи. В «Доме-77» есть закрытые мастерские, есть популярный самарский бар, но нет какого-то общественного места, которое бы говорило про дополнительное образование современное, про какие-то практики в области культуры и искусства. Поэтому появилась идея с нулевой комнатой. Проект «Нулевая комната» поставил перед собой множество задач. Команда начала организовывать выставки современного и экспериментального искусства. Концерты молодых исполнителей и театральные постановки. Еще здесь работает микробиблиотека, где можно почитать, в том числе, малотиражное издание локальных авторов. Ребята, я им искренне благодарен, что взяли это и сделали, это придумали. Объединили людей творческих, людей с душой, с мозгами, с руками. И получился замечательный проект. Конечно, мы сейчас готовы поддерживать и помогать как-то этому проекту развиваться. На встрече с главой региона Дмитрием Азаровым участники конкурса президентского фонда культурных инициатив обсудили секреты успешных проектов от момента зарождения идеи до грамотной подачи заявки. Музыкант и композитор Сергей Войтенко поделился опытом проведения Всероссийского фестиваля «Душа баяна», родившегося на Самарской земле. О школе юного журналиста «Твердый знак» рассказала Вероника Панина из села Приволжье. Алла Волкова представила проект на базе Дома культуры в Новокуйбышевске. Фестиваль народного творчества и ремесел «Волжские самоцветы». Вас всех сердечно благодарю за вашу инициативу, энергию, небезразличие, за ваш талант, за ваш творческий порыв, который, конечно, поверьте, и вдохновляет, и подталкивает меня, и моих коллег, из муниципальных органов власти для важных и добрых дел. Летом Самарской области планируют провести встречу победителей конкурса Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов, а также представителей всех муниципальных образований губернии для обмена опытом реализации проектов, получивших грантовую поддержку. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.